вот такая рыбка у меня получилось пока за славиком ходила вот с этой стороны припалила сильно забыла вообще что надо переключить и конвекция вот это свое дело сделала всем добрый день сейчас уже день время около 12 часов небо ясно ясно я прошла спас по новому пешеходному переходу и иду на почту мне позвонили сказали что меня ждет посылка посылка из германии и в общем прислали не на мою почту а на почту около торгового центра и теперь мне придется идти туда на улице конечно холодно но не до такой степени как скажем но замерзнуть можно да в принципе терпимо ветер сильный а так жить можно на солнышке нормально вот и поэтому я сейчас иду наслаждаясь такой красотой осенней просто прелесть да как же красиво я так редко имею возможность куда-то выйти прогуляться не потому что нет возможности этого делать потому что ну наверное сама себе определяю что нет времени на это потому что у меня все гонка вязать 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 я не знаю как вам будет передавать ваш носитель но мой передает очень красиво все вот скоро захолодает вообще дожди пойдут морозы будут и конечно же уже такого настроение наверно не будет вот просто прелесть красота красивые в общем иду потихонечку не знаю как я буду нести эту посылку я решила посмотреть на нее взяла с собой мешок потому что посылка на 9 килограмм я вообще не знаю какой необыкновенный цвет не знаю что это за дерево такие оранжевые приоранжевые листья опять же я не знаю как будет передавать носитель и и зелененькие там березка тоже прелесть 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 прелестная семена клена валяются везде в общем иду наслаждаюсь красотой какие красивые сентябринки да каждому цветочку свое время просто прелесть я уже почти к торговому центру пришла идешь по солнышку тепло солнышко прячется холодно а это тоже какой-то коврик такой интересный даже не знаю что это за коврик я уже получила посылку ее оставила сама пришла в магазин у меня прокисло молоко лежала стояла в холодильнике но видимо долго стояла поэтому вот в больших бутылках невыгодно покупать потому что я его не выпиваю и оно у меня прокисает и я сегодня ела овсяную кашу с творогом то есть она не свернулась и я все равно ее съела что ж она выбрасывает что ли а здесь я ищу был же уголок по вязанию и вот прошла по всем рядам то ли убрали то ли будет то ли не будет вот ищу но не вижу то ли не выставили еще то ли вообще его уже не будет хотела посмотреть спицы ну а вот он вот он вот он вот он нашла вот он вот он вот он уголочек уголочек друзья мои говорят своя ноша не тяжела тяжела еще и как тяжела короче я не буду рассказывать как я ее домой доставила но доставила и сейчас мы посмотрим что она из себя представляет на фоне посылки меня не видно да я сейчас раскрою эту посылочку и вернусь к вам все настолько хорошо упаковано вообще я сейчас ее спущу на пол буду брать и показывать вам что что же это такое и расскажу от кого это посылочка я даже дух не могу перевести вы знаете вы знаете как бы я уже много получала посылок да тот кто со мной на канале давно тот знает что люди с разных стран присылали мне посылки разные разнообразные и я настолько благодарна и знаете каждый раз когда приходит ко мне посылка я вот думаю что уже ну все тем более про эту посылку я знала мне уже рассказывали даже что частично есть в этой посылке да но вот мне сегодня позвонили с почты сказали что пришла посылка она пришла не на мою почту которая здесь а которая по старому моему адресу индекс наверное неправильно написали я еще не смотрела вот почему туда пришла и я у меня такое чувство волнения было как будто праздник у меня как будто какой-то день рождения у меня прям вообще такое настроение я даже своим знакомым сказала говорю ой у меня такое настроение жду предвкушение посылки как ребенок ждет наверное какого-то подарка ну не знаю может быть это я такая может у всех так происходит но у меня по крайней мере происходит вот так и вот я пришла поставила посылку бегом побежала в магазин потому что завтра суббота воскресенье и людей там будет много это раз во вторых в будние дни там скидочка на продукты пенсионерам хоть сколько тогда накапает доски так сказать пусть хоть там на пять рублей дешевле все равно душе приятно и вот я побежала сбегала по-быстрому сбегала в магнит я ничего лишнего там не брала купила хлеба до молока и все еще купила чуть-чуть там мясо по распродаже по скидке и я купила еще мяско немножко и все там даже по скидке сегодня по 999 рублей лосось но я не стала его покупать потому что пока не могу ладно это не важно важно то что посылка да и я прям бегом прибежала не переодеваясь сразу быстрее сюда вот такая сумочка будет моей проектной сумочкой видите она здесь на липучках будет моей проектной сумочкой у меня проекта много в частности может быть носочной сумочкой в общем такая интересная сумочка дальше дальше так а я же не рассказала от кого это посылка ой я в таком волнении и вот из-за того что таком ажиотаже даже забыла посылку прислала моя землячка именно с моего волгодонска зовут ее наташа она сейчас живет в германии ее родители и ее бывшая квартира буквально недалеко от меня здесь находится наверное минут десять ходьбы пешком вот и это она говорила что всегда когда я там показываю с балкона там и то и все ну хожу по волгодонску у нее ностальгия она с большим удовольствием смотрит мои видео наташа гораздо моложе меня но мы нашли с ней общий язык общаемся и я хочу ей сказать огромное спасибо за внимание к моей персоне я конечно не ожидала что как бы она проявит такое большое внимание что даже посылочку мне оттуда пришлет но она говорит я хочу хочу вас порадовать деликатесами германские чтобы германскими чтобы вы попробовали что что вот у нас там выпускают и так далее в общем зная мою любовь к лоткам контейнером всевозможных всевозможным вот она мне прислала контейнеры их можно и замораживать можно и в микроволновке в общем такие универсальные контейнеры она мне про это говорила здесь несколько штук пять по моему она говорила да пять штук контейнеров от большого к маленькому распечатывать сейчас я не буду в общем наташа мне уже про них рассказывала в общем контейнеры а дальше куча всяких вкусняшек ха 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 ой я так понимаю что вот это крекеры в шоколаде наверное или я не знаю но крекеры я очень люблю а здесь еще в шоколаде ну не знаю попробуем такая большая упаковочка прям вообще прям вообще у меня же всегда когда я не знаю как определить вот объем моих восклицаний я всегда говорю прям вообще вот такие конфетки мини шоко софти софти наверно короче не знаю не буду даже переводить показываю вам коробочку не знаю что это такое решебокс какой то ну попробую 32 штуки я вижу что здесь то ли конфеты то ли это печенье с чем то в общем не знаю так наташа мне прислала вот такую упаковку макаронов ну это как бы она сказала чтобы и заполнить коробку ну чтобы я попробовала она сказала ей они очень нравятся эти макароны здесь килограмм это по-моему итальянские я не буду утверждать потому что я еще и очки не взяла с этого самого как сказать ну со своей спешки ну вот такие макарончики конечно же они мне пригодятся в моей в моем питании я в таком ажиотаже что видите у меня всегда так я когда волнуюсь говорю что попало я в таком ажиотаже все упаковано в пакетиках и опять же Наташа меня предупреждала что она сюда кладет но про вот это про чай она не говорила это фруктовый чай так я я так понимаю что это клубника и вишня попробуем прям сейчас вот закончу снимать посылочку пойду и начну все пробовать так это какой-то батончик интересный здесь я даже не знаю что это такое какая-то может быть я думаю кунжут не знаю ну в общем вот такой какой-то батончик ой сколько тут всего много зубная паста я так понимаю утро и вечер она мне даже написала в синем тюбике чистить утром в красном тюбике чистить вечером смотрите какая молодец спасибо Наташа огромнейшее преогромнейшее ой сколько всего она поналожила это вообще так это у нас зерна ядра 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 чисто изумруд здесь значит я так думаю что арахис и арахис еще что-то вот такая вот шоколадка это я конечно с фундуком съем сама очень люблю с фундуком так это вот такие колбаски манюськи карандашики дела деляна или делана называется ой хоть посмотреть что что у людей продается что-то тяжелое завернуто хорошо даже не знаю что это такое прям такое тяжелое какое-то варенье наверное что-то что-то интересное хелен хелен любит хелен бергер написано сейчас посмотрим что это такое упаковано так это этот черноплодная похоже или черника или что-то такое я ягоду вижу видите вот я потом окончательно распакую это я так понимаю варенье я люблю это вот такие конфетки ой теперь у меня к чаю много сладостей переживать не надо с чем мне пить чай я же говорила что я любитель так это вот такие коровки немецкие так а это наверное лапша я думаю что лапша наташа если я что-то неправильно понимаю ты мне потом расскажешь ладно так это у нас консервы тоже я не знаю что это за консервы ну наверное шпроты сейчас разверну баночку покажу все с таким с любовью с вниманием ко мне упаковано спасибо большое я прям скажем вот это разворачиваю все это достаю и прям осознаю что это прикасались ваши руки ко всему вот такая консерва но это я ее не буду открывать сейчас я ее открою на какой-нибудь праздник ближайшее время что будет ух ты это что у нас какао это тоже какое-то либо печенье печенье наверное да печенье вот такое печенье вот печенье печенье я люблю ой я все люблю я люблю все ой вот такие мармеладки да это мармеладки же по-моему в общем не знаю что это посмотрю что это такое может желатиновые какие-то конфетки да будет посмотреть так такие вот палочки вот жалко максика нет он такие обожает палочки и ближайшее время я посылку не буду собирать а то бы я положила бы ему так это потом мы разберем это еще не весь пакет ой не не вся посылка тут еще целая куча всего всего ой Наташа боже мой дай бог тебе здоровья всего чего ты хочешь ой ну это точно моего Ксюша смотрите ай боже мой какая прелесть ай кое-где чуть-чуть поободралась ну ничего я прям их поставлю в холодильник чтобы они дождались Максимкиного ну как я наверное переправлю все таки ему вот это вот подарочек все равно по-моему ой упали ну соберу буду как доехали видите откуда и не вывалились а я их тут вывалила вот такая шоколадка белая что-то как мороженое что-то ну посмотрим попробуем ой такие вафельки интересные какие они между собой вот так вот упакованы они скреплены между собой такие мафельки так это по-моему мыло что-то такое похоже на мыло наверное я не знаю ну я как всегда делаю предположения раньше времени а сама даже не знаю что это такое слышу что что-то там внутри шебуршит поэтому я решила что это мыло может там шелест передается вам ну потерпите потому что отключаться мне не с руки у меня очень далеко камера стоит в общем ну не знаю Наташа потом спрошу мыло это скорее всего ай да мыло и это оно кстати пахнет как же оно пахнет роза ой товарищи запах вообще бесподобный так тут столько всего еще много вот такая шоколадка ой я обожаю шоколадки с разными вот этими орехами это для меня вообще опять вообще еще вот такие колбаски вот видите так это у нас наверное леденцы я так понимаю вот такие вот прям бездонное дно я выбираю выбираю а то не заканчивается не заканчивается это по моему изюм Наташа по моему мне говорила что изюм это изюм такой можно добавлять в кулинарные всякие там пироги и все остальное уже готов к употреблению так вот это вот много всего она мне говорила что это масочки разные разные масочки буду еще красивее я и так красиво я буду еще красивее ой боже мой сам себя сижу сама себя смешу еще вот столько шоколадок ну это вообще у меня прям как Новый Год столько подарков сколько конфет пряников печенья прямо столько шоколадок как на Новый Год ой Наташа спасибо тебе большое что ты устроила мне такой праздник пусть я же еще раз говорю ой дебози пусть у тебя все все сбудется в этой жизни написано для Максика вот такой вот такая я поняла комплектик это маечка и шортики все таки придется собрать посылку туда отправить это у нас человек паук спидермен так ну и конечно куда же без пряжи пол посмотрите сколько мне пряжи сколько пряжи сколько пряжи Наташа спасибо большое дорогая моя попробую немецкую пряжу называется она вот так читайте сами я не понимаю сейчас я вам все покажу вот у нее color так состав вот состав и здесь написано что это стопроцентный акрил но акрил такой он скажем качество у него очень хорошее прям вот просто замечательное здесь у нас получается 150 метров 100 граммах ну стопроцентный акрил вот и здесь около 20 мотков ну Наташа сказала что чтобы хватило мне на какое-то большое изделие что захочу чтобы связала и цвет такой вот приятный постельный да ну как я не знаю каком какой-то категории отнести если честно я не вижу как отражается носителем не отсвечивает я вообще практически себя не вижу вот но надеюсь что камера передает цвет такой какой он есть вот я потом может быть еще в других видео покажу поближе но когда буду на столе показывать ой просто я не знаю как благодарить чем благодарить и чем я заслужила такие подарки Наташа спасибо тебе огромное преогробное я вся в мыле сижу вся в волнении но довольная как удав довольная как удав была бы как говорится я помоложе я бы наверное запрыгала от радости потому что ну друзья мои то что прислали это одно а то что что меня удостоивает такого внимания это вообще я не знаю чем это все оценить чем это все оценить спасибо еще раз и вам дорогие мои спасибо огромное за то что вы смотрите меня за то что вот так вот цените то что я делаю что балуйте меня своим вниманием и я вам безмерно безмерно благодарна ну и на этой ноте я закруглюсь буду еще поближе все рассматривать что у меня здесь что что я не пойму спрошу у Наташи но на сегодня я с вами прощаюсь я вас всех люблю